Почему до сих пор нет мужских противозачаточных? Наверное, каждая женщина, принимающая ежедневно противозачаточные таблетки или идущая на очередную замену спирали, хоть раз дозадавала себе этот вопрос. Люди, в конце концов, уже давным-давно в космос научились летать, и роботов, похожих на людей, делают. А одной единственной таблеточки, снижающей живость этих сперматозоидов, так и не изобрели. Неужели никому это не интересно? Или это коварный заговор обиженных мужиков против женщин всего мира? Всем привет! С вами Мария Мороз, и сегодня мы вместе с вами будем разбираться в этой сложной теме. На самом деле, мужские противозачаточные таблетки появились даже раньше, чем женские. Мужские противозачаточные таблетки изобрели в 1950-х годах, за 10 лет до того, как на рынок вышли женские противозачаточные. Но из-за одного побочного эффекта испытания этих таблеток остановили. Вы уже догадались, из-за какого? Ну, за рыбалку. Все просто. Первые мужские контрацептивы категорически нельзя было мешать с алкоголем. На донышке. А поскольку они требовали приема без перерывов, надолго мужского терпения не хватало, и священная кружечка пива по субботам оказалась дороже безопасной близости с партнершей. Здесь всегда должно быть пиво. Много. Холодное. Светлое, темное. Охуй. А уже в начале 2000-х годов две вот эти вот европейские фармацевтические компании объединились, чтобы разработать мужскую версию противозачаточных имплантов. Для этого отобрали 300 испытуемых из шести европейских стран, им ввели импланты с синтетическим гормоном прогестероном и делали инъекции тестостерона, чтобы уменьшить количество сперматозоидов. Но у этого метода оказалось слишком много выраженных побочных эффектов. Раздражительность, потливость, сыпи, скачки давления, прыщи, увеличение веса. Побочки нету, нормально. И хоть у женских противозачаточных список побочных эффектов включает все те же пункты, еще и больше. Учитывая то, что мужчины намного мнительнее женщин, производители даже не решились выйти с этим на рынок. Прекрасно понимая, что большинство мужчин, прочитав такой вот список внушительных противопоказаний, придут от ужаса в прединфарктное состояние и выберут старый добрый презерватив, который, в отличие от таблеток, прекрасно защищает еще и от разных венерических сюрпризов, которых, кстати, сейчас ничуть не меньше, чем в 17 веке. Но для мужчин существуют и другие меры контрацепции. И нет, это не только прерванный акт, который, к слову, весьма неэффективен, а именно он чаще всего приводит к возникновению нежелательной беременности. В основном по двум причинам. Первое, в порыве страсти можно и не успеть вовремя выйти. Вот незадача-то. Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. А второе, значительное количество сперматозоидов имеется и в предсеменной жидкости, которая выделяется у мужчин при возбуждении постоянно. Мало кто знает, но для мужчин так же, как и для женщин, существуют спирали. Конструкция вводится внутрь полового члена через головку. Да-да, неприятненько должно быть, мягко говоря. Спираль эта напоминает по строению зонтик. Позвоните сейчас и получите умный зонт. В ней содержится гормон, который уничтожает сперматозоиды. Однако проведение процедуры весьма некомфортное и даже очень болезненное. Ну еще бы. Хотя, как защита от нежелательной беременности, методика считается очень эффективной. Главное для наших впечатлительных и трепетных мужчин не получить инфаркт от одного лишь прослушивания этой волнующей информации. А для женщин спирали существует двух видов. Я думаю, вы об этом знаете. Медь, содержащая конструкции, вещество вызывает антисептическое воспаление внутреннего слоя матки, увеличивается вязкость слизи и затрудняется продвижение сперматозоидов. Также медь исключает закрепление яйцеклетки в матке. И гормональные спирали включают прогестерон, исключающий зачатие. Они подавляют функцию яичников и не позволяют зафиксироваться яйцеклетки на стенках матки. Спираль вводится в матку при помощи специальных инструментов и обычно это даже не вызывает никаких болезненных ощущений. Спираль можно не менять от 3 до 10 лет в зависимости от вида. Единственное, что первые 10 дней придется воздержаться от близости, а первые 2-3 недели не поднимать тяжести. Мужчины могут сказать, что и здесь женщинам повезло больше, и этот метод защиты подходит именно для них. Но, увы, не все так просто. У значительного количества женщин спираль может вызвать спонтанное маточное кровотечение, и от этого метода защиты им придется отказаться. Но на такой случае существуют другие методы страховки от нежелательных гостей. Например, пластырь. Он клеится или на живот, на бедро или на плечо. Носить его можно только 7 дней, а на 8-е его уже нужно менять. Однако такой вид защиты подходит, опять же, только женщинам и только до 35 лет, не склонным к тромбозу и не перенесшим инсульт или инфаркт. Существуют и другие современные методы контрацепции. Сейчас я о них расскажу. Но прямо сейчас я вас хочу попросить поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Здесь мы говорим простыми словами о сложном и наболевшем. И чем больше вы пишете комментарии, ставите лайки, тем больше людей узнают об этом. Из современных методов избегания нежелательной беременности существуют еще капли, снижающие выработку женского гормона прогестерона, выработка которого и приводит к возникновению беременности. Но самыми эффективными и безопасными средствами для женщин на сегодняшний день считаются гормональные инъекции и вживление имплантов с гормонами, снижающими выработку женских гормонов. Эти методы при минимуме побочки дают гарантию на 98% и повторяются всего раз в три года. И кажется, вот оно, реальное, идеальное решение. Но стопроцентную защиту обеспечивает только волшебная фраза. Не сегодня. И даже она не всегда. Голова болит. Нет, хочу. Но в наше время наука движется вперед просто со скоростью звука. И наверняка совсем скоро ученые разработают препарат, которому будет абсолютно начхать на алкоголь и даже на самый ранимый мужской орган. И многотерпимая печень примет его. Так что ждем. Кстати, напишите в комментариях, когда такая чудо-таблетка появится, вы доверите вашу защиту своему мужчине? Доверите и, наконец, расслабитесь? Или доверите, но будете строго контролировать? Или не поверите и будете и дальше сами принимать свои проверенные уже годами волшебные таблеточки? Вы пока пишите, а я пойду найду для вас новую актуальную тему для расширения кругозора. Кстати, я читаю все ваши комментарии и всем отвечаю. Вы можете мне и тему для нового выпуска там подсказать. Все подобные выпуски вы будете находить в плейлисте просто о сложном. Увидимся через неделю. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok